Указ президента о содействии занятости инвалидов вышел еще в 2012 году, но создание дополнительных условий, как и самих рабочих мест, дождались далеко не все желающие работать инвалиды. Руководители неохотно берут в ряды своих сотрудников людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в черном списке 120 сочинских предприятий. В счет берутся те компании, где количество сотрудников более 50 человек. Мною было утверждено постановление, которое обязывает организации выделять квоты и создавать условия для трудоустройства таких граждан. Сегодня вас собрали именно для этого, чтобы сказать, ну а что вы творите-то? Ну это же даже не только, ну там закон понятный, закон тоже, закон суровый, но он закон, это мы знаем, и надо его выполнять. И конечно потребуем его выполнения. Ну а где же совесть? Совесть у большинства работодателей взыграла сразу же после совещания. Свободные вакансии для людей с инвалидностью нашлись и во вновь построенной пекарне предпринимателя Митраковой. Да, у нас полностью безбарьерная среда в нашей организации, там совершенно не существует никаких ограничений. У нас даже колясочники могут занять рабочие места, допустим, перевозка готовой продукции от места выпечки до отгрузки. Все же невостребованными в Сочи остается большое количество инвалидов. Судя по данным Центра занятости, это 900 человек. Отказывать инвалидам в работе под разными предлогами не получится, подчеркивает Пахомов. И напоминает, Конституция Российской Федерации дает право на трудоустройство всем гражданам страны. А обязанность создания рабочих мест для этой категории граждан регламентируется и указом президента, и законами Краснодарского края. Доступная среда на курорте – одна из лучших в России. Беспрепятственно передвигаться по городским улицам могут как колясочники, так и слепые. Но люди с ограниченными возможностями здоровья хотят быть востребованными, работать и получать заработную плату. Инвалид – это самый ответственный и трудолюбивый сотрудник, отмечают знающие работодатели. В художественном музее пять таких сотрудников. Двое из них ежедневно общаются с посетителями, которые зачастую и не догадываются о каких-либо ограничениях научных сотрудников. Один из администраторов мультимедийного зала – инвалид первой группы по зрению. У второго нет левой руки. Честно говоря, я вообще понять не могу, почему люди опасаются. У нас есть пять человек. Это люди, которые очень внимательны, очень требовательны к себе. Это лучшие люди, это исполнители, которых еще и поискать. Они ценят это рабочее место, они стараются его сохранить, они стараются его удержать. В зале «Чудеса мультимедиа» Сергей работает уже два с половиной года. За девять лет жизни в темных очках – это четвертое официальное место работы. О своей профессии инженера лесозаготовки пришлось забыть и освоить массу новых специальностей – от массажиста до помощника-оператора бумагорезательной машины. И таких квалифицированных специалистов среди инвалидов, уверяет Сергей Гринь, множество. Не стоит закрывать перед ними двери. Первым шагом может стать тоже собеседование. После проблем со зрением я все равно остался пользователем компьютеров, то есть научился пользоваться компьютерами без монитора, то есть знания цифровых технологий, плюс желание и способность дальше учиться. То есть ты понимаешь, когда ты работаешь за зарплату, которую ты заработал, а не которую тебе просто начислили и дали. Человек себя более уверенно чувствует. Помочь людям с инвалидностью самореализоваться – обязанность не только гражданская, но и человеческая, отмечает глава Сочи. Анатолий Пахомов надеется, что к предпринимателям не придется принимать меры, предусмотренные законодательством.